Приближается День защитника Отечества. К празднику славянские ребята, участвующие в специальной военной операции, получат подарки, в том числе и сделанные руками детей. С подробностями Анна Монастыренко. Юлия Набокова – кондитер. И как только началась специальная военная операция, она решила поддержать наших воинов. Юлия изготавливает пряники ручной работы, расписывает их и отправляет в зону проведения СВО. Уже было отправлено около пяти партий, в каждой их порядка сотни пряников. Пряники ручной работы – это любовь, сердце, частичка тепла нашего досталась, чтобы они понимали, что это дом, чтобы что-то пришло с дома, чтобы было легче воевать. Россия – сила. Мы должны всем друг другу помогать. Если мы не будем помогать, а кто же им поможет? Они там за нас работают, мы здесь им помогаем, мы на тыл. В преддверии Дня защитника Отечества Юлия изготовила особые празднично украшенные пряники. Делать сладкие подарки нашим солдатам ей помогает сын, а еще юные славянцы, которые посещают ее мастер-классы. Ребята расписывают пряники, стараясь своими детскими рисунками поддержать наших защитников Отечества. Я нарисовала солнце и звезду, чтобы это напоминало солдатам о доме и о мирном небе, чтобы им хотелось вернуться домой живыми и здоровыми. Все пряники, в том числе сделанные руками детей, вместе с другой гуманитарной помощью будут отправлены районным советом ветеранов в зону проведения специальной военной операции. Каждый житель нашего района может оказать посильную помощь солдатам, поддержать их в это нелегкое время. Кто-то вяжет носки, кто-то шьет нательное белье, кто-то приобретает ткань для пошива, приносит продукты или просто пишет письма со словами поддержки. Сегодня важна любая помощь. К нам стало поступать все больше и больше просьб, даже предложений, чтобы помочь в нашей работе. Каждый может, что ему под силой. Любая помощь, мы любую помощь приветствуем. Нашим ребятам нужна любая помощь. И поддержка, и письма пишут. Пожалуйста, приносите письма нашим ребятам. Для них это очень важно, что мы их здесь ждем, что мы ними гордимся. Пожалуйста, пишите. Весточка из дома придает силы нашим солдатам, поддерживает их. Они знают, что в них верят и ждут. Уважаемые ребята, я командир танковой роты. И от всего нашего подразделения я хочу выразить вам огромную благодарность за ваши письма и за вашу заботу. Они в такое тяжелое время придают нам очень много сил и выносливости. Спасибо вам. Спасибо. Присоединяйтесь. Будьте сейчас вместе с нашей армией и страной. Все вопросы по оказанию пассивной гуманитарной помощи можно уточнить в районном совете ветеранов. Город Славянск-на-Кубани, улица Дзержинского, 262. Телефон 2-13-59-2-47-49.